Привет, меня зовут Илья, а это видео на сайте androidjam.ru. Формально выставка Consumer Electronics Show, более известная как CES, стартует 6 января, но некоторые производители представили свои новинки уже накануне. Asus представила новые Zenfone, и первое поколение недорогих смартфонов разграничивалось по диагонали экрана. 4-дюймовая модель была самая бюджетная, 5-дюймовый середнячок и 6-дюймовая топовая. Теперь же устройство разграничивается только характеристиками. Сначала об общих чертах устройств. Корпус получился компактным, то есть удалось избавиться от недостатка прошлого поколения, когда он был слишком большим относительно размеров экрана. Отставки под металл снизу не избавились, так как это в какой-то мере отличительная особенность Zenfone, зато сделали рамки тоньше, из-за чего дисплей занимает 72% лицевой панели. Корпусом Zenfone похож на последние смартфоны LG, вплоть до текстуры задней крышки и кнопок на задней панели. На моей памяти Asus первый, кто последовал примеру LG в этом плане. IPS-экран имеет диагональ 5,5 дюйма и разрешение Full HD. Как и в прошлых Zenfone-ах, дисплей прикрыт стеклом Gorilla Glass 3. Разрешение основной камеры 13 Мп, фронтальной 5 Мп. Емкость аккумулятора 3000 мАч, а работает все под управлением Android Lollipop. Все Zenfone второго поколения работают на процессорах Intel Atom. В базовых версиях это чип с индексом Z3560 с частотой 1,8 ГГц, а в топовых Z3580 с частотой 2,3 ГГц. Оба процессора 64-битные. Даже самая базовая версия поставляется с 2 ГБ оперативной памяти, но гораздо интереснее в этом плане топовая модель. Тут оперативки аж 4 ГБ. Опять-таки на моей памяти это первый смартфон с таким ее количеством. Встроенной памяти может быть 16, 32 или 64 ГБ. В плане цены пока известно только то, что самая простенькая модель будет стоить 200 долларов. Кроме того, Asus представила еще и камерафон. В первом поколении Zenfone'ов камера была очень хорошей, по крайней мере за те деньги, которые за него просили. А вот устройств с главным акцентом на камеру у Asus еще не было. Zenfone Zoom это первый такой смартфон производителя. Камеру сзади сделали очень заметной на манер камерафонов от Nokia. Разрешение у нее по сравнению с теми же Nokia'ами довольно скромное, всего 13 Мп, но все мы знаем, что не в мегапикселях счастье. Зато в Zenfone Zoom есть трехкратный оптический зум. Про камеру пока много говорить не стоит, надо смотреть на снимки, которые она делает, так что ждем первых тестов. По железу это тот же Zenfone 2, а цена составит 400 долларов. На этом про Asus все, переходим к LG, которая представила второе поколение изогнутого смартфона LG G Flex 2. Что удивительно, в наше время он стал меньше своего предшественника, зато выросло разрешение экрана. 5,5 дюймов и Full HD у Flex 2 против 6 дюймов и HD в оригинальном Flex. В плане изогнутости никаких особых подвижек нет, разве что только экран стал на 20% прочнее. Проапгрейдили самовосстанавливающуюся заднюю крышку. Если в прошлом поколении царапинки уходили за 3 минуты, то теперь для этого требуется всего 10 секунд при комнатной температуре. LG G Flex 2 это первый смартфон, работающий на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 810, видео ускорителя Adreno 430, оперативной памяти 2 ГБ, камера имеет разрешение 13 Мп, операционная система Android 5.0, а емкость батареи 3000 мАч. Lenovo представила смартфон P90, это не флагман, но что-то близкое к этому. Тут установлен 5,5 дюймовый Full HD IPS экран, 64-битный Intel Atom Z3560 с частотой 1,8 ГГц, оперативной памяти 2 ГБ, камера 13 Мп с оптической стабилизацией. Хорошая емкость у батарейки, аж 4000 мАч, чего должно хватать минимум на 2 дня. Продажи начнутся уже в феврале, пока не говорится где именно. Также показали Lenovo Vibe X2 Pro, который мне очень понравился своим корпусом. Все смартфоны Lenovo выполнены в едином строгом стиле, но в этом корпус сделан как бы слоями, что смотрится очень и очень хорошо. Как и все упомянутые мной сегодня основные камеры, в Vibe X2 Pro она тоже 13 Мп. Интересно то, что фронтальная, имеет такое же разрешение. Работает девайс на базе 8-ядерного 64-битного Snapdragon 615 и оснащается 2 ГБ оперативной памяти. Экран 5,3 дюймовый с Full HD разрешением, а вот емкость батареи настораживает, всего 2410 мАч. Операционная система та же, что в P90, Android 4.4 KitKat. Вот пока и все. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, заходите на наш сайт. Пока!